В Сочи принимает этот турнир уже шестой раз. В этом году в нем участвуют 12 команд из стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья и две из России. Собственно, сборная России и сборная Краснодарского края. В матче за первое место встретились сборная России и сборная Словакии. Сильный ветер, холод и дождь не помешали спортсменкам провести матч. Россиянки с самого начала игры были настроены только на победу. Мы настраивались по-боевому, так как мы в группе выиграли эту команду и знали, что команда будет вдвойне настраиваться на нас. Будет больше грубой игры, причем при такой погоде, где мяч плохо держится. Но мы показали свою игру, играли первым номером. И действительно, почти весь матч прошел на половине поля соперниц сборной России. Из-за жесткого прессинга сборная Словакии могла надеяться только на контратаки. Правда, российская защита и вратарь успешно справлялись с редкими штурмами своих ворот. Грамотные действия и самоотдача дали свои плоды. Финальный матч между сборными России и Словакии окончился с отсчетом 3-0. Для россиянок это уже вторая победа подряд на этом турнире. Что касается команд, с которыми мы играем, здесь очень хорошие есть игроки. Израиль, например, как команда, так и отдельные игроки прибавили. Это лучшая команда была за всю историю, которую израильская здесь играла. И в то же время те же Словакии, например, даже Узбекистан, если взять, пытаются все играть в такой умный футбол, в организованность. Что-то получается, что-то нет. Где-то не хватает индивидуального мастерства, но нет чисто таких команд, которые просто на отбой бы играли. Что же касается финальной таблицы турнира, первое место заняла сборная России, второе – Словакия, третье – у команды Израиля. А вот сборная Краснодарского края смогла занять только седьмое место. Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.